Всем привет, любители украинского футбола! За последнюю неделю насобиралось много новостей и есть что обсудить. Поэтому в этом видео я расскажу о трансферах Динамо, кто же все-таки будет играть в УПЛ, трансферах наших легионеров и многое другое. Друзья, а перед началом видео я хочу порекомендовать вам надежного букмекера, а именно париматч. Там всегда надежные выплаты и есть на что поставить. И не забывай, что под видео ты можешь найти ссылку на бонус от париматч. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Киевская Динамо наконец-то начала совершать трансферы. Правда фанаты киевлян наверняка хотели увидеть других футболистов. Первым новичком стал фланговый нападающий Денис Антюх, который ранее защищал цветок Ковалевского колоса с 2018 года. Очень счастлив подписать контракт с таким великим клубом, как Динамо Киев. Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста выступать в таком клубе и защищать его цвета, рассказал Антюх. Вторым новичком стал белорус и игрок московского ЦСКА Илья Шкурин. Он будет играть в Динамо на правах аренды. Отмечается, что по истечению аренды у Динамо будет первоочередная возможность выкупа контракта. Также добавлю, что Шкурин уже успел отличиться в товарищеском матче за Динамо ворота Серветта. В то же время Динамо может продать золотого таланта Владислава Супрягу. Как сообщает журналист Никола Скира, Дженуа близок к подписанию 21-летнего украинца на постоянной основе. Итальянский клуб уже согласовал с футболистом контракт до 2026 года, тогда как с Динамо осталось уладить последние детали, чтобы завершить процедуру трансфера. Ожидается, что переход Владислава Супряги обойдется Дженуа в 9 миллионов евро. Однако переговоры еще не закончились и, как сообщает трибуна, они зашли в тупик. Итальянцы хотели купить через аренду с правом выкупа или в рассорочку на несколько лет, но Динамо захотела большую часть суммы трансфера уже сейчас, пока переговоры поставлены на паузу. Также киевлян может покинуть и ключевой игрок. Итальянская Рома серьезно заинтересована в приобретении левого защитника Виталия Миколенко. Левый защитник сборной Украины продолжает фигурировать в трансферных слухах итальянских СМИ. Как сообщает романиста, руководство римского клуба успело связаться с Динамо, чтобы оценить вероятность подписания 22-летнего украинца. По информации источника в ходе беседы, киевляне запросили за Миколенко 15 миллионов евро, что на данном этапе является весьма серьезной суммой для Ромы, которая сможет ее заплатить только после продажи некоторых своих футболистов. Этот трансфер выглядит вполне возможным, так как основной левый защитник Ромы, Леонардо Спинацоло, пропустит около 7 месяцев. Донецкий шахтер продал своего защитника Давида Хачалаву в датский Копенгаген. Согласно сообщению, на официальном сайте Донецкого шахтера клуб завершил сотрудничество с грузинским центральным защитником Давидом Хачалавой, который теперь будет выступать в составе датского Копенгагена. Сообщается, что сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. В то же время Донецкий шахтер продолжает искать усиление защитной линии и обратил внимание на восходящую звезду Инкапа Рейну, сообщает журналист Никола Скира. Горняки интересуются 19-летним центральным защитником аргентинского Тальереса и его представители уже вступили в переговоры с клубом. Инкапа, в послужном списке которого уже значатся 5 матчей за национальную сборную Эквадора, начинал профессиональную карьеру в эквадорском Индепенде Дель Велла, а затем перебрался в аргентинский Тальерес. Портал TransferMarkt оценивает его в 5 миллионов евро. Что касается наших легионеров, то тут тоже очень интересно, и самый интересный трансфер может состояться уже в ближайшее время. Нападающий в сборную Украины игент Арман Еремчук может продолжить свою карьеру в португальском чемпионате, а потом сообщает Football24. По информации источника, 25-летний украинец согласился на переход в португальскую Бенфику. Таким образом, теперь остается самое главное – согласовать сумму трансфера. Бельгийский клуб требует за форварда 25 миллионов евро, а Орлы намерены снизить ценник. А вот один из лучших игроков нашей сборной на этом евро, Андрей Ярмоленко, согласился на переход в Фенербахче. Об этом сообщает турецкое издание «Фанатик». Игроку закрепиться в Англии мешают травмы, и он решил увеличить свой шанс на получение игровой практики в Турции, так как хочет выходить на поле и играть. Также известно, что его зарплата уменьшится с 7 миллионов евро до 3 миллионов. Напомню, что на протяжении последних трех сезонов Ярмоленко выступает за лондонский Бестхэм. В составе малотобойцев он провел 54 матча, в которых записал в свой актив 10 голов и 6 ассистов. А вот наш голден бой Виктор Ковленко в ближайшее время сменит клубную прописку. По информации Тутту Аталанта, украинец близок к переходу в Эмпали на правах аренды. Сообщается, что стороны почти достигли трансферной договоренности, и уже сегодня могут прийти к соглашению. Помимо Ковленко, в Эмпали перейдет нападающий Роберто Пикколи. Ну и теперь я перехожу к самой необычной новости за последнюю неделю. Футбольный клуб РУХ может сняться из чемпионата. Ранее РУХ сообщил, что после разногласий с руководством Арены Львов решил вместе со Львовом домашние матчи будут играть на Украине. Однако Украинская ассоциация футбола понизила стадион Украины в категории арен, и теперь на нем нельзя проводить матчи УПЛ. Теперь же Львовский РУХ грозится снятием с чемпионата. Если из-за третьего тура ничего не решится, то они якобы снимутся. А вот другой скандальный клуб, который уже покинул УПЛ, Олимпик, рассматривает возможность выступления в ПФЛ. Как стало известно, спорт-арена Олимпик, который покинул премьер-лигу, по собственному решению может остаться в профессиональном футболе. По их информации, Донецкий клуб рассматривает возможность выступления в соревнованиях профессиональной футбольной лиги. О каком дивизионе идет речь, пока неизвестно. На этом пока все. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео!